В этом влоге у меня не получится показать вам столько всего, сколько я показал в прошлом влоге, однако смогу вам показать столовку и рассказать про свой последний день. Так как раннее утро, настроение у меня было крайне неразговорчиво, но влог-то снимать надо. Берём телефон в руки и вперёд с песней на уроки. Сегодняшнее утро начинается очень рано, 7.30, так как к 9 мне нужно быть на занятиях. Ну и конечно же для того, чтобы попасть на занятия, нужно умыться, собраться, поменять халат на нормальную одежду, ну и добраться до университета, и всё это занимает определённое время. Ну а я себя не могу назвать ранней пташкой, поэтому не скажу, что сильно рад этому утру. Как серый кардинал в честь этой серой погоды. Прошёл первый утренний урок, сейчас я направляюсь в столовку, в нашу местную кафетерию, скажем так. В общем, иду кушать. Вот таким вот образом выглядит столовка. Нам сейчас повезло, потому что людей не так много. Обычно к обеду люди подтягиваются, потому что именно в обед они готовят основные блюда. Сейчас я вам покажу, что в сегодняшнем меню у нас есть. Вообще, получается, всегда можно прийти, просить, чтобы тебе сделать водки, чай. Конечно же, не за бесплатный выход. Здесь ещё есть своё небольшое меню. Есть тут всякие салаты, бутерброды, соки, в общем, всякие закуски. Но цены, я бы сказал, что очень и очень завышены. То есть тут вот вода. Кажется, они сбросили цену на воду. Раньше она 2 евро была. Вот. Тут всякие салаты за 7, за 8, за 6 евро есть, чтобы быть аккуратным всяким. В общем, много всего, но дорого. Но я считаю, что оправданная цена... Всё равно завышенная, конечно. Идёт за обед. Вот и обед. Да. Эта тернера? Да, это тернера. Ага. 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 В общем, здесь идёт галядина и курица в соусе и в мёде. Сейчас возьму что-то из этого и буду обедать. В общем, вот такой вот у меня будет обед. Очень здоровый. Тут у нас и овощи, и мясо, и картошка. В общем, всё, что захотите. Если вы фанат каких-то закусок, то здесь тоже можно купить. И если вы, допустим, вегетарианец или любите овощи, то всё здесь есть. Для любого захочения, для любого вкуса, всё, что захотите. Дали нас обед, взяли кофе, взяли хлеб. И пойдёмте именно к столам и стульям. Ну, соответственно, где люди все сидят. В общем, вот так вот выглядит столовка. Люди здесь сидят, обедают. Вот и мой обед. Всё прямо напротив этой стенки. У нас есть такая красивая стенка в университете. С разными приветствиями. Но, что больше всего мне нравится, это надпись на казахском. Салемец теперь. Я был очень удивлен, что здесь эту надпись они решили сделать. Никогда я не видел, чтобы они как-то упоминали казахов или что-то на казахском. А вот здесь вот такая приятная надпись. Я не знаю, кто стал инициатором этой надпись именно на казахском. Может быть, какие-нибудь есть у нас здесь казахи в администрации. Может, ещё как-то. Оно очень приятно и красиво. За обед с кофе, хлебом, ну и полноценное меню, которое включает какой-то гарнир. Основное блюдо в качестве мяса. Можно гарнир также ещё добавить. Родные овощи взять. Ну и сам салат, то есть зелень. За всё про всё это у меня вышло 7,95 евро. По-нашему это 3900 с чем-то деньги. Да, выходит дорого. Очень дорого, я считаю, в нашей столовке пытаться. Но иногда нет выхода. Иногда между занятиями большое время. В то же время ты не успеваешь попасть домой, чтобы себе что-то приготовить. Так что приходится кушать в столовке. Но зато такой обед очень полноценный. То есть всё натуральное и много всего. Поэтому я считаю свою цену оправданную. В принципе. Обычно кофе я не пью. Но сегодня очень мрачный день. Очень плохая погода. И постоянно сон плонит. Поэтому решил взять себе кофе. Что ж, обед закончен. Можно вернуться домой. У меня есть как раз два часа до следующего урока. Я быстро съезжу домой. Виду кое-какие дела в порядок по дому. И вернусь до обратки. Музыка. 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 Да это кто тут идет. Местная роббезда. Мож, у вас все было, не верьте ему. В общем, я только что проводил работников из дома. Им нужно кое-какие вещи еще у нас доделать дома, потому что у нас еще до сих пор нет штор и есть еще кое-какие проблемы, ну, в квартире. Я, конечно, попросил, чтобы они все сделали заранее, но это Испания, они все откладывают на последний момент, поэтому так получилось. В общем, получился такой не особо подробный влог, мало информации, но, надеюсь, вам понравится. И, если что, задавайте какие-то вопросы, пишите в комментариях свои мысли, и об этом мы еще сможем с вами вместе поговорить в облоге. Все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok